Региональный эндокринологический центр может появиться в Иркутской области. Такую возможность обсудили сегодня губернатор Игорь Кобзев и директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Наталья Мокрышева. Насколько проблема эндокринных заболеваний актуальна у жителей при Байкале, расскажет Алена Бадуева. Камни в почках, прибавка в весе. Эти проблемы в последние годы беспокоят иркутянку Марию Шейкину. Они связаны в том числе с патологией в работе парасчетовидных желез. Вот и пришла она на прием к известному в стране эндокринологу, доктору медицинских наук Наталье Мокрышевой. В рамках своего визита в Иркутск директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России успела принять несколько пациентов. Я вообще в восторге от того, что мне выпала такая возможность у такого специалиста получить консультацию по моей проблеме. Обнадежили, что в принципе при правильном приеме витамина Д очень многие проблемы, которые связаны у меня со здоровьем, что они у меня в принципе должны уйти. Число больных с эндокринными заболеваниями в Иркутской области растет с каждым годом, говорят специалисты. Одна из причин – йодный дефицит в регионе. Также все чаще врачи диагностируют сахарный диабет, при том не только у взрослых, но и подростков. В медицинских учреждениях при Байкале на учете стоят более 85 тысяч человек с сахарным диабетом первого и второго типа. В настоящее время мало мы занимаемся скринингом заболеваний. К сожалению, мы лечим больных, которые к нам приходят. А правильно бы было заниматься скринингом на ранних этапах, которые еще можно на тех этапах заболевания повернуть вспять. В Иркутской области может появиться региональный эндокринологический центр. Возможность его создания директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева обсудила на встрече с главой региона Игорем Кобзевым. Создание подобных центров в стране – реализация федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», который разрабатывают по поручению президента Владимира Путина. В Иркутске есть все условия для создания регионального эндокринологического центра, который станет ядром самой этой системы, обеспечит многофункциональные подходы к пациентам с эндокринными заболеваниями. Это и офтальмологи, и кардиологи, и специалисты среднего персонала, которые будут вести обучение пациентов с сахарным диабетом, образу жизни, правильному питанию. Проедем на территории лечебных учреждений, где можно этот центр разместить, ну и выстроить ту стройную систему управления на всей территории Иркутской области. Жители северных территорий, южных территорий, Запад и Восток должны иметь подходы, в том числе к оказанию профилактической помощи. О готовности проекта «Борьба с сахарным диабетом» правительству страны его авторы планируют доложить в сентябре этого года. Возможно, Иркутская область будет в числе 20 регионов, которые выберут для участия в нем. Алена Бадуева, Андрей Воробьев, Вести, Иркутск.